Валроса Молодежь алмазной компании готовится к главному спортивному событию лета – туристическому слету. В Ленске массово гибнут все деревья черемухи. Как необычное природное явление, комментируют агрономы. Искать алмазы с помощью беспилотников эффективнее, так утверждают представители российской компании «Геоскан». Они представили руководству алмазной компании свою инновационную технологию аэромагнитных съемок. Алмазодобытчики верить на слово не стали и совместно с гостями провели тестирование этой системы. Чем она может оказаться эффективнее нынешних технологий и будут ли ее приобретать в Валроса, расскажем прямо сейчас. Аэромагнитные технологии Валроса не в новинку. С их помощью в алмазной компании открыли уже не одно месторождение алмазов. Новый беспилотный аэромагнитный комплекс компании «Геоскан» лучше всего использовать для уточнения аномалий. Тех, которые уже обнаружили ранее. А на небольших площадях он и вовсе может заменить обычную аэромагнитную съемку. Так будет выгоднее экономически. Магнитка – это самый наш результативный метод. Уже в этом году на Верхнем Унском месторождении экспедиция нашла кемберлетовую трубку путем детализации ранее проведенной съемки аэромагнитной. И, соответственно, применение подобных беспилотников может этот процесс ускорить. Мы можем получить более качественную информацию и скорость. В наше время надо получать результаты очень быстро. Группа компаний «Геоскан» – ведущий разработчик технологий, использующих беспилотные летательные аппараты собственного производства. Это реальные российские инновационные прорывные технологии, конкурентоспособные на мировом рынке. Плюс беспилотников «Геоскана» в том, что они не для массового потребителя, а сделаны под конкретные задачи. Например, особенно хорошо работают в геодезии и геологоразведке. Квадрокоптер летает полностью в автономном режиме, может летать без связи. Также плюсом является не просто сам квадрокоптер, как изделие, а комплексность подходов. То есть мы предлагаем на рынке беспилотник и программное обеспечение, которое может выполнять полный комплекс обработки полученной информации, как геофизической, так и геодезической. Представители «Геоскана» совместно со специалистами в ИГРЕ уже провели аэромагнитную съемку с беспилотника на трех кимберлитовых полях – Мирненском, Алакитмархинском и Верхнемунском. Причем «Волроса» поставили перед гостями конкретные задачи. Мы отработали разные прикладные программы. У нас были разновысотные съемки, разноориентированные съемки, очень высокоплотные съемки. И, соответственно, мы будем в ближайшее время коллеги из компании «Геоскана» на городе Санкт-Петербург будут проводить окончательную обработку и интерпретацию. А мы будем ждать эти результаты и оценивать возможные перспективы применения этой технологии непосредственно в компании «Алроса». За пять дней специалисты акционерной компании «Алроса» и «Геоскан» выполнили аэромагнитную съемку более чем 900 километров. Данные отправят в Санкт-Петербург, где их обработают. Уже через месяц в «Алмазную компанию» предоставят отчет об этой работе. И только после этого «Волроса» будут решать, целесообразно ли приобретать новый аэрографический комплекс компании «Геоскан» для геологической службы компании. Анна Винокурова, Артур Голиков, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Вопросы не остались без ответов. Во время проведения весеннего форума «Хозактив-2019» к руководству «Алмазодобывающей компании» поступило ряд обращений. Работники «Алроса» интересовались зарплатой, социальными гарантиями, проблемами спорта и т.д. Теперь увидеть ответы на эти вопросы можно на сайте www.alrosa.ru. Их более 80, причем для удобства. Они разделены на несколько категорий по темам зарплаты, социальная инфраструктура, промбезопасность и другое. «Алроса» отмечает, если вы не нашли ответ на свой вопрос, ответ вам непонятен или вы считаете его неполным, то можно обратиться с письмом на электронный ящик. Адрес его вы сейчас также видите на экране. И к другим новостям. 267 путевок продали в Удачном в детские лагеря «Алроса». Из них 41 ребенок пожелал отдохнуть на Черноморском побережье. 26 в Ленске. Те, кто не захотел никуда уезжать, проводят лето на детской оздоровительной площадке «Радуга». Там программу разработали так, чтобы ребята не просто отдыхали, но и узнавали что-то новое. Например, кроме обычных игр и конкурсов, детей водят в походы, в музей и на производственные объекты. За полноценное питание родители также просят не беспокоиться. Оно здесь трехразовое. В рацион, в которого входят фрукты, овощи, соки, разнообразные первые и вторые блюда. Есть дети, которые впервые. Впечатления хорошие. Ходят они ежедневно. А вообще у нас в лагере процентов 55 остались старые. Ну, не старые, дети из первой смены. Им очень нравится в лагере. Есть те, которые уже неоднократно, не первый год ходят? Да, таких очень много детей. Да, есть. Им нравится. Они братья, сестры. Ходят много детей, которые не первый год и не второй даже. Валросов акту добычи крупного ювелирного алмаза присвоили имя Петра Шишигина, одного из самых известных представителей геологической отрасли Якутии. Заслуженный геолог России, председатель Госкомитета Республики геологии и недропользованию, Петр Шишигин посвятил геологии более 40 лет. Во многом благодаря ему были совершены важные открытия. Например, Вилюйско-Мархинского алмазоносного района с трубками Нюрбинская и Бутобинская. Алмаз, названный в честь знаменитого якутского геолога, добыли в мае этого года на обогатительной фабрике номер 14 Айхальского комбината из руды трубки юбилейная. Это прозрачный кристалл в форме октайдра весом 78 каратов, один из самых крупных ювелирных алмазов, добытых алросов в нынешнем году. С предложением присвоить алмазу имя Петра Шишигина выступил глава республики Айсен Николаев. Соответствующее письмо было направлено в алроса в конце июня. Алмаз Петр Романович Шишигин пополнил список драгоценных камней, которым будут присвоены имена знаменитых якутян в рамках празднования столетия республики. К другой теме. Жители Ленска столкнулись с необычным природным явлением. В городе массово гибнут все деревья-чуремухи. Еще весной они были здоровы и радовали горожан своей красотой. Теперь вместо буйной растительности и плодов – паутина. Личинки насекомых – высохшие ветки и листья. Что же случилось с деревьями и можно ли их спасти, узнала Марина Крутихина. Жители Ленска размышляют над загадочным природным явлением. Одновременно в разных районах города стали увядать деревья. В городе не осталось почти ни одной здоровой черемухи. Сухие ветки – работа черемуховой мухи, названная так по породе дерева, которым любят питаться. Весной взрослая моль откладывает в листьях свои яйца, чтобы летом колония вылупившейся личинок могла питаться молодой зеленью. Любят черемуху, но не брезгуют и рябиной. Причина такого явления, говорят агрономы, – теплая весна. В результате чего вспышка высокой численности вредителей. Она проявляется в неблагоприятные условия, когда нет заморозков, когда стоит жаркая очень погода длительное время, когда стоит дождливая погода. У нас в этом году в Ленском районе заморозков не было при черемухе. Обычно, когда цветет черемуха, и все ждут высаживать или не высаживать урожай, потому что когда зацветет черемуха, значит, будет заморозок. В этом году заморозков этих не было. Поэтому эта черемуховая муха развелась. Специалисты советуют не спешить врубать больные деревья. С этой проблемой черемуха справится сама. После того, как вылупятся личинки, дерево начнет восстанавливаться. Урожая будет меньше, но дерево вновь станет здоровым. В эти выходные молодежь Алроса вновь соберется на ежегодном туристическом слете. Одно из самых ожидаемых спортивных событий лета пройдет на территории бывшего лагеря Гренада в поселке Чернышевский. Три дня представители предприятий и организаций будут проходить полосу препятствий, участвовать в творческих конкурсах и состязаться за званием победителя. Испытания предстоят нелегкие, поэтому готовятся участники к этому заранее. Анна Винокурова расскажет подробнее. Христина Добрынина вместе со своими напарниками уже не раз приводила свою команду к победе. Но в этом году опытная участница ежегодного туристического слета – представитель сборной института Якутни-Проалмаз. Бессменные лидеры соревнований на этот раз полностью изменили состав команды. Шанс на победу решили дать молодым. Так нынешний состав – это студенты, которые проходят практику на предприятии. Они не подведут, пусть они даже не войдут в тройку. Мы собрали их не для победы, в первую очередь, а чтобы они узнали, что это такое мирное и чем здесь молодежь занимается. И чтобы они у себя уже рассказывали, рекламировали, показывали, что там круто. В этом году туристический слет молодежи пройдет в 21 раз. Организаторы пообещали сделать упор на внезачетные конкурсы, чтобы вовлечь в соревнования членов групп поддержки. Мы разнообразили внезачетные наши конкурсы. Их намного больше будет, они намного интереснее будут, будут призы намного интереснее. Что же касается трассы, по трассе, в принципе, осталось все на прежнем уровне. Конечно, новое мы добавили. Единственное, что в этом году трассу разделили на три сектора для удобства участников, для удобства судей. Уже известно, что за первенство будут бороться более 15 команд. Как и раньше, на территории бывшего лагеря Гренада участники испытают свои силы в физической подготовке, в творческих конкурсах и проверят себя на сплоченность. Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...